Анна Кудласевич – учитель истории в Матыкальской средней школе. Но в этот раз свой креативный урок по теме «Эллинистическая культура» она проводит для пятиклассников 26-й Брестской школы. В классе не только ученики. За происходящим внимательно следит жюри, ведь это один из этапов конкурса молодой учители Брещины. Стоит отметить, что каждый из членов жюри здесь не случайно, ведь все они сами когда-то побывали на месте участников. По этому всему предшествует большая подготовка. Это и тема, это и раздаточный материал, большое количество иллюстраций, поскольку это история, тем более такая тема, связанная с культурой. Это и видео, это и фотографии, древности, это и карта обязательно, работа в группах. Мне интересно принимать участие в таких подобных конкурсах, потому что мне хочется посмотреть себя, на что я способна, ну и в принципе исследовать что-то новое. Я, наверное, счастлива, что побывала на таком конкурсе в роли участника. Здесь, мне кажется, важно несколько аспектов. И первый аспект – это любить детей. Ну, без любви ничего не получается. Любить свою профессию, если ты любишь, у тебя много желания работать, показывать, отдавать, дарить. Ну, наверное, вот это самое главное. Конкурс включает в себя три этапа – школьный, районный и областной. Обязательное требование к участникам – стаж работы не более пяти лет. В этом году на районный этап было подано 20 заявок, до финала дошли только семь человек. Это учителя истории, общества ведения, начальных классов, биологии, английского и даже китайского языка. Думаю, что этот конкурс каждому из них будет достаточно полезным таким входом в карьеру. Интересно еще то, что это на самом деле молодые учителя, и у них креативное, как правило, мышление, у них какие-то новые взгляды, вероятно, на педагогику, на школу, на общение с детьми. Они по-другому, наверное, это делают, чем учителя более опытные. Конкурс – это определенный профессиональный вызов. Это всегда возможность чему-то научиться, показать себя, услышать мнения от более старших, более опытных коллег. Самое главное в моей работе, что я понимаю ее важность, общественную, социальную важность, что я делаю работу, которая приносит пользу людям, приносит пользу обществу. На протяжении недели каждому из конкурсантов предстоит провести открытый урок в незнакомом классе, затем сделать самоанализ и, наконец, выступить на сцене, продемонстрировав творческие способности и умение найти выход из предложенной ситуации. Жюри учитывает множество критериев, среди которых не последнюю роль играет установление контакта с учениками, самообладание и умение подать себя. Имя победителя конкурса «Молодой учитель Брещины» станет известно уже 18 марта. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ».